Ребята, извините, но без лоха и жизнь плоха. За что меня любить? Конечно, неприятный тип. Если ты можешь сломаться, быть краденый. Теперь о тайнах перекупщиков. Прости, Господи. Мне пришлось, соответственно, немножко улучшить качество мотора, засовывание у него носок. Как отремонтили коробку в машине, резин готов. Да ладно. Даже меняли номера этой машины, спокойно продавали. Никто не знал, чья это машина. Ты вообще видишь, что ты покупаешь? Это не то, что плохая машина и хорошая, это труп на колесах. Ты что делаешь? Мне не стыдно, не потому что есть машина, она была настолько крашена сильно. Я же не мог подумать, что мы у продачи как будто не крашены. Братан, ты дебил. И ты ему вешаешь эту лапшу, что это моя машина, братан, братан, а ты уже целые два часа на ней ездишь. Вот это особенный шик. Вот это, ребята, высший колодаж. Тут вопрос, не денег. Получаешь реально удовольствие немеренное. Друзья, всем привет. После выхода предыдущего видео в комментариях очень много написали того, что перекуп, ну в смысле царь-то не настоящий, перекуп не перекуп. И есть, нашелся один возмущенный человек, говорит, как ты вообще его мог назвать перекупом. Так вот, встречайте, сегодня настоящий перекуп. Крыло из пенопласта. Приклеить, допустим, полмашины на какой-то там герментик кузовной. И продать ее, как будто она очень красивая. На самом деле, внешне она будет неплохая. Внутрие содержание, конечно, будет, мягко говоря, неалек. Закрыли это все оригинальными деталями, вы никогда это не увидите. Вы когда-то купили абсолютно нормальную тачку. Она была в случае сварена. И откатаются на ней пять лет. Сейчас можете приехать и уже ее не перерестировать. Да, это очень неприятно. И нет, допустим, законов. Хотя законы эти все равно все обойдут. Сразу говорю, у меня есть хороший нотариус. У меня друзья в МРЭО, друзья, хорошие незнакомые, дальние какие-то. Мы с ними работаем. Братан, будь добрый, ты же мне там отлистай чуть-чуть. Я говорю, понял. Я там дам сумму какую-то, да? Наши машины процентов, наверное, крутится 70. Я подборщик бежать часто, а профессионалы нет. Машину смотрят, но хотят откат. Вначале приходят с этим, чтобы натыкать и уйти. Когда я приезжаю к человеку, он смотрит на машину и говорит, Братан, господи, прости, как ты ее вообще купил? Не попадайтесь на это, ребята. Вот это вот очень важный момент. Я торгую автомобилями. Да, это достойно, торгую автомобилями. Это прекрасная мужская работа. Мне она очень нравится. Но если люди называют это перекупщиком, пусть были так. Есть человек, который, допустим, ходит на работу. Да, на трамвай ездит, что-то, неважно. Я очень на него похож. На работу я вроде как не хожу. Я работаю много, но меня аж не видно. У меня есть разные машины. Это интересная работа, да, я же не трусы меняю, а машины. У меня есть время кататься в разным городах и зарабатываю какие-то деньги. Они, наверное, чуть больше, чем обычный человек, средний наш, как бы, обыватель. Правда? За что меня любить? Конечно, неприятный тип. На работу не ходит, деньги есть, кальян курит, улыбается. Неприятный человек. То есть, человек, который зарабатывает много, мы их видим меньше. Какой-то прокурор, мы понимаем, не будем говорить лишнее. Да, там, богатый бизнес, к ним не вызывает такого. А я вот из ряда, вот он, я живу, по соседству. Парень с моей улицы. Они никогда не улыбаются, они всегда важны. А ты вроде и улыбаешься. И вроде бы как, и не очень занят. Хотя это все, поймите, это серьезная работа, серьезные риски. Я их расскажу, почему эта профессия такая. Ты берешь все на себя. Каждая покупка машины, перекупщик. Я купил машину, я могу продать через 5 минут, я купил, взял на себя ответственность. Ты можешь сломаться, быть краденый. Я всегда принимаю, я научен принимать жесткие и быстрые решения. Правильно внести вообще понимание, что такое перекуп. Перекуп это тот человек, который покупает автомобиль за свои деньги, не берет на комиссию, как многие площадки. Почему именно было негатива? Потому что я пообещал людям перекупа до мозгов костей, тот, который с детства. А пришел парень, который работает на площадке. Да, он перекуп, какие-то части автомобиля не покупает. Но вот этот парень, он, не, он как бы комиссией тоже иногда занимается. Так вот, человек, который занимается куплей и продажей автомобилей, который покупает машину с целью ее потом продать, чтобы заработать денег. Вот мы говорим сегодня именно про вот такого человека, которым имя меняем, нет? Давайте называть меня, допустим, Вениамином. У меня разные мои певена, я, конечно, жучу не. На самом деле, эта профессия на 90% абсолютно обычная, нормальная профессия. Те 5% глупости, даже, скажем, криминала, идиотизма, вот и дают налет на эту профессию. Такое есть в новых профессиях. Зайдите в любой ломбард, тебе могут продать неправильный телевизор, они работают не лучше. Просто нас больше видно, это более ощутимо, поэтому намешано много. Вот мы сильно отличаемся от риэлторов, потому что мы за свои деньги рискуем своими деньгами только перед свои знания, понимание рынка и на опыт. Когда я ехал на красивом Таураге из Одессы, я думал, он сейчас, сука, даёт или нет? Я чувствую себя тигром, но таким псевдо-тигром. Я еду, чувствую, круто, но газовать будет. Сейчас я газну, и мотор вылетит. Я его продал. Кстати, крупные британские люди, а на той истории, как не надо бухать машину. Приехали шесть человек, а други цыган, две бабушки, шучу, приехали люди из Бауслава, как сейчас помню, приехали в Пятером, это важно. Это периферия, это не выведут люди, а просто называй вещи своими именами. Они приехали, покупатель, хороший специалист по Жигулям, это очень важно, прибыль Таурага, важно записать по Жигулям. Я расскажу, дословно, не утрирую, ничего. Приехала жена, подруга жены, друг подруги жены или брат, приехал ребенок, и приехал же этот специалист, который Таурага не только на картинках. Вот они обошли его три раза, это святое дело. Капот не открывали, дождяшло до капота. Значит, фраза была такая, дословно. И человек вы гарный, и машина гарная, мы БРМ. Я чуть не сел, у меня разное было. Как я его продавал, расскажу. Теперь о тайнах перекупщиков. Прости, Господи. Как вы знаете, Таураги немножко идет картерный газ, и сильно изнушен в любом бизельной машине. Что идет перекупщик? Ну, я беру носок с левой ноги. Можно с правой, тут не важно, теплый. Там горловина длинности, знаешь. Сверху ты саморезов, что мне придется дальше. Засовываю носок. То есть процентов пять. Вот он их идет, еле-еле порвает. А второй не уходит. Главное, в ночь перед Рождеством, то есть в перепродаже МРФ, успеть носок от вытянуть. Носок откуда? С горловины. Засовываешь носок в горловину, ты я сделал такой, потому что он дымил, при том, что важно. Цена машины соответствует пробегу. Но обвести чеку это нельзя. Вот мне пришлось, соответственно, немножко улучшить качество мотора, засовывание у него носок. Это не самая интересная история, я только разминаюсь. Это правда. А я подкрыл капот, а я-то поменял стартер новый, правда. Поменял компенсор кондиционера. И машина в свой возраст очень неплохая. Там горловина, реально подкраска, а мотор проехал 300. И как на 300, он работает на 300. Не как на 600, а не как на 100. Люди даже, мы даже ее не завели. Люди настолько нравятся. Давайте прокачивать. Ну давайте. Где МРФ? Да подожди, я говорю, кофе пьем. И объехал, я начал перестали, мне скучно стало. Думаю, как-то же надо. Ну я не могу-то просто продать. Мне надо как-то бороться, не сдаваться, войти в доверие. Это все процедура. А тут 5 минут мы берем. В смысле берете? А зачем я? Это встраивался. Зачем я очки красиво одевал, пиджак с карманами, голубую рубашку менеджера. Я что-то взяла. У меня есть фирма, которая не существует, она только у меня в голове есть. На ней я работаю, когда продал демонстрируют кто? Очень важно. Чем вы занимаетесь? Я, неужели я перебуду? Конечно нет. Что это дело? Я вот это перебуду, от менеджера это был конс. Вы директор фирмы, не хорошей машине. И сразу услышат, вот он сволочь! Вот мы его нашли, вот он попался. То есть у меня были простые профессии, бывает совпадают. Я тоже там работаю, очень неудобно. Я там текста знаю, но я нашел такую работу, которую в Киеве не знает никто. То есть промышленные дела там, это рассказывают, никто не понимает. Понятно, понятно, прекрасно. Все, я рассказал, очень известно. Мне там не нашлось, зачем? Тогда я, что, где вы работаете еще? Где МРЭЛ? Я говорю, давайте как-то поговорим. Я, конечно, машину продаю, носок я вытянул, попросил инспектора заняться людьми. Я сейчас отъезду, говорю, я сейчас сто, я бы себе буду, вытянул носок, выглядел с номореза, думаю, зачем я вкручу? Пересталил. Это правда. Если я, конечно, коробку автомобиля, допустим, резинка от трусов. Чтобы починить коробку. Как отремонтирую коробку в машине, резинка от трусов. А о каком автомобиле идет речь, чтобы хоть пазл собрать. Не соберешь ты ничего, не пытайся, не запоминайте слова. Вообще-то, заразная, будто капельно передается. Ты можешь на перекупщикам. Тут любовь на перекупщикам. Раз после этого. Машина называется хорошо, Hyundai Santa Fe. Что-то сказал на механике. Продают мне друг машину. В коробке парень продают машину. Все бы хорошо, черта скорость выбивает. Я думаю, так все прекрасно, понятно. Наматываешь 5-6 оборотов резинки. Получается, третье еще включается. А четвертое уже не выбивает. Если ты резинка, может, на лево-то произвести его. Да ладно. Абсолютно. То есть, оно выбивало буквально чуть-чуть на какие-то синхронах. То есть, вот этот грань и процесс дальше разрушения коробки вообще не шел. Вот на нем зафиксировался и там жила. То есть, на сам селектор привязывается резинка? На сам селектор привязывается. Вкручивается, там какая-то хреновая, болтик ловится. Считаешь обороты примерно от 3 до 5. Как пойдет? Зависит. Но важно не пересолить, чтобы включалась вторая, не выключалась. Мы понимаем, о чем мы говорим, да? На четвертую включаешь, она на ней остается. И, о чудо, машина поехала. Ремонт произведен. Прекрасно. То есть, мы получаем уже два лайфхака. Первый – это носок в горловине. Второй лайфхак – это резинка. Дорогие зрители, берите блокноты, записывайте. На что можно ухитриться, кроме носка и резинки от трусов, для того, чтобы сделать какой-то конкретно дешевый ремонт? Ой, господи, прости. Ну, допустим, крыло из пенопласта. Ну, это нормальная история. Нет, крыло полностью из пенопласта. Не часть крыла. Почти все крыло. Была у меня товарища одна машина, он выли бы крылья из пенопласта. Крылья бы дорогие, посчитал, что пенопласт дешевле. Пожалуйста. Приклеить, допустим, полмашины на какой-то там герметик кузовной, который нельзя отодрать, допустим, да? Порохи с пены вылепить. Это каждый может. Это даже неинтересно. Это как-то настолько вот недушевно, правда? Допустим, недавно продавалась у меня машина. Большой пробег, она неплохая. Вас не удивит, что правое сидение электро, а левоводительское механическое. Как это можно объяснить? Как вы считаете? Это по-разному. Я думаю, что просто... Покупаем или продаем в данном разном случае? Мы продаем. Это все логично. Просто левое сидение умерло своей смертью, его похоронили. И не купили электро, а купили механическое. Ну, ответ такой. Ребятушки, милые мои, хорошие. Вот здесь электросидение, сядьте на него, оно неудобное. А у моего друга, говорю, он же дедушка, который ездит в этой машине. У него спинка есть. У него спинка, она болеет, сколиозного типа. И вот это механическое сидение, сделано гораздо более анатомически. Они, если они полностью идентичны, но это сидение, оно анатомическое. И вот поэтому его сюда и поставили. А не будь сегодня пробег 400, а не 200 на щитке. Допустите, моя любимая работа, я... Когда, понимаете, когда ты обычно человек приезжает без никого, и ты расскажешь, как бы, в какой-то фирме работаешь, какой-то прекрасный человек, какой-то интересный внутренний мир, чем ты занимаешься, это неинтересно. Но человек тебе поверит, он не сталкивается постоянно с автомиром, когда, вы поняли, что у Николая говорили, да, а когда приезжает, допустим, перекупщик тебе, или подборщик, ну, понятно, да, или перекупщик себе покупают, или другу, и ты ему вешаешь эту лапшу, что это моя машина, братан-братан, а ты уже целых два часа на ней ездишь. Вот это особенный шик. Вот это, ребята, высший голодат. Тут вопрос в этих денег, получаешь реально удовольствие немеренное. Эта история уходит потом в века, в легенды, когда приехали три перекупщика, и не свято верили, что они меня, как бы, скажем так, опустили по цене, они меня нагрузили, забрали машину, хотя, когда я махал рукой, и вытирал слезы радости, конечно, это надо видеть. И вы, друзья, ли как? Я говорю, вот так. Часто с автоподборщиками за откаты, то есть они просят выбрать? 80%. 80%. 8, не 20, не 50. Скажем так, это я не хаю работа подборщика. То есть, грубо говоря, сейчас вот автоподборщики, это те чуваки, которые, ну, как прилипал, и дашь денег, но вдвоем машину... Я сейчас не знаю, что вы говорите, выникал, я говорю о математике. Из, допустим, 20 проданных машин через автоподборщика 16 отдавал денег. Это называется 80%. Притом, даже те, кто... Нет, смотрите, давайте уточню, давайте, чтобы не хаять вашу работу, скажем так, ну, или ваших коллег, и из этих 80%, процентов и половина, машину все равно смотрела. Он сначала говорил, братан, будь добр, ты же мне там отлистай чуть-чуть. Я говорю, понял, я там дам сумму какую-то, да? Но он все равно ходит в машину к себе Нестова, ну, или куда-то. Он ее смотрит, он смотрит уже, он понимает, что не можно заработать, но он ее все смотрит, видит и делает. И 50 из этих всего 40% им вообще извите посрать. Он подбошел, ну, видит не корочь, более-менее, ладно, давай. Так вот, вот я извите не уточнил. То есть процентов 40, это вообще не пойми кто. Вторые 40% машину смотрят, но хотят откат и выбирают машины. В чем это важно? Не из тех, которые хорошие просто все, а из хороших, которые могут получить откат, скажем так. Хотя он мог торгануться со мной, дать эти деньги, допустим, покупателю, да? Сторговать, ну, или с ним договориться. И 20% это те, кто работает в лоб, то есть устроит машину, получает деньги со своего там клиента, кто попросил выбрать машину, оценит машину, там чуть торгуется и забирает машину. Только хорошие. Вот такой пример, рынок таков. А как часто приезжают автоподборщики, профессионалы, которые скроют из себя? Значит, смотрите, подборщик бежает часто, профессионалы нет. А насколько они портят продажу автомобиля? То есть, допустим, автомобиль не бит, не крашен, но он увидел царапину, говорит... Ну, даже дело не в этом. Продать машину бит, не крашен, хорошо. Давайте, во-первых, давайте, во-первых, все порадуемся. Я считаю, что мы все эти люди. Есть такие странные люди, мы всех никогда не видели, но не существуют. Это покупатели новых автомобилей. Вот эти люди имеют право на идеальные машины. Не просто так покупаются новые машины в салоне. Я не агитирую ни за то, ни за то. Я просто говорю, все бушные машины, это скопление какого-то комплекса больших и маленьких проблем. И вот здравость в оценке этих проблем идет покупка вдуманная. При этом мы ездим эти машины проверять в салон. Николай, я тоже так же езжу и периодически попадаю на такие проблемы с машинами. Я вижу, что в салон, скажем, меньше шансов стряк на какую-то жесткую глупость. Хотя я видел крашеные машины, не только комплектации. Я все это людям отслеживал. Меня приглашают посмотреть и новые машины в салон. Периодически точно так же. Люди, я сам навязываю друзьям, говорят, давайте я поеду. Они не понимали до тех пор, пока я сказал, а те, смотрите сюда, тут две двери крашеных. И когда здесь заблеели сотрудники салона, я говорю, я без прибора вижу, я тут даю сейчас 500 долларов положить, если ты ответишь, что она не крашеная. Они заблеели, мы будем коврикам подарить. Ребята, вы не сидите своей бабушке. За две крашеные детали и потери товарной стоимости машины. Сколько будет на новой машине? Процентов 20. 20, как за здрасте. Только за две крашеные детали. Поэтому ковриками даже обклеить мне весь дом этим не будете. Правда? Поэтому это реальная история. Вы здесь покупали Хонду. Подборщик иногда любит показать свою работу, как же так называется, натыкать носом, как по их нему. Потом приезжает, ну смотри, здесь сто. Он забыл сказать, что машине 10 лет и для этой машины эта цена вообще прекрасная. Бери. Так есть, ребята. Слушай, это нормальная тачка. Мне она просто нравится. Ты выбирай сам. Но как я вижу, пробег это ее. Состояние машины неплохое. Из того, что мы видели, это лучшее. Я не вижу, как они это говорят. Они же люди отходят. Это очень страшная тайна. Я же этого не знаю, что у меня хорошая машина. Они пошептятся, поймут, приходят, я уже вижу по лесу, что они поняли, что это их машина. Вот он. Вот он, красавчик. Я вижу, вот он в торбе с маргарином. Они идут, то есть, как же хороший покупатель, чем отличаются хороший покупатель и хороший подборщик от не пойми кого. Подборщик и покупатель хотят купить машину и не хотят расстраиваться. А плохой покупатель хоть на эти косяки и уйти. Он изначально приходит с этим, чтобы натыкать и уйти. То есть, показать, сколько проблем машине, оторвавшись от реального состояния. Это не новая машина и она никогда не будет новой. Здесь надо правильно сказать не новая машина, а, допустим, двух-трехлетняя машина очень сильно отличается по состоянию. Все, что хорошо в десятилетней, плохо в пятилетней и очень плохо в трехлетней и прекрасно в пятнадцатилетней. И то же самое скорректируем на цену. Если три подкраса на трехлетней машине, мы ли у меня американцев, вроде как и плохо. А если три подкраса на пятилетней машине, это новая машина. Опять-таки, смотря каких-то три подкраса и что было для этого. Подкрас, это иметь в виду, когда нет криминала, нет силовых элементов разорванных. Иметь в виду, просто косметический подкрас машины это не о том, что человек за машиной следит. Если он не хочет на царапанной машине, на чуть-чуть даже ржавой. Когда человек косметически подкрасит машину, это прекрасный человек. Если машину ударили, сварили, склепили, подкрасили... Как мне обознанному человеку, который в этом не понимает? Допустим, я домохозяйка, хочу купить автомобиль, как мне понять, что машина имеет только подкраска? Это может сделать любовь. Это может сделать моя дочка маленькая. Это элементарно. Забиваешь в интернет или ищет друга, ищет профессионала. Вы сами это не сделаете никогда. Вы сами... Вы можете... Объясняю почему, коротенько, чтобы никто не думал, что я как бы шучу или подыгрываю Николая. Мы с ним немножко просто в силу отношений мы общаемся. Мышка в разных окопах. У нас разные отношения к миру. Смотрите. В живой пример. Машину ударили, потянули, сварили лонжерон, купили оригинальное крыло, закрыли это все оригинальными деталями. Вы никогда это не увидите. Когда просто под швы, ребята, увидите 50 шов именно этой модели машины, вот тогда поймете, что шов неродной. Пока этого не увидите, а вам это столетие не надо, занимайтесь своим делом, когда он есть. Хотите заниматься, копайте дальше, забейте шишки, садитесь в профессионалы. Вы этого не видите когда... Николай, я прав? Быстро не получится, потому что человек приходит, вот когда он видит на фотографии вот эту машину, он все уже... У нас он Сережа, наш подборщик, продал свою машину, поехали смотреть, все, ему уже пофиг. 16 с половиной, я даю, говорю, ты что делаешь? Я говорю, нет, и он каждый день их видит десятками. Когда мы друзья покупали, я просто приезжал с 25 метров, не будет парламентские выражения, я говорю, братан, ты совсем сошел с ума, ты вообще видишь, что ты покупаешь? Это не просто плохая машина, и хорошая, это труп на колесах. И вот почему, не беря ни прибор, ничего, сейчас тыкать пальцем, у него открываются глаза, чудо, я говорю, посмотри сюда, она из пяти цветов, она, ну что подкрашилась, она только и подкрашилась всю жизнь, она выезжала, билась и подкрашилась, так прошло 15 лет, и вот нашла этого моего друга, который нашел, а по цене купила, почти поверху рынка. У нас такая история с девочкой. Почти поверху рынка, человек хотел купить Аудио, шестую, в состоянии живого трупа. Позавчера приезжает сервисный центр, короче, машину покупает, покупает девочка машину, приезжает оформлять, на машине там висит 4 штрафа, туда-сюда, один из них очень давно, исполнительная служба, все дела, короче, в этот день не оформляется машина, погасили все штрафы, приезжает на следующий день, оформлять, еще один штраф какой-то нарисовал, ну, какое-то ограничение, я не вникал. Она потом, блядь, что-то не то, алло, пацаны, приедьте, посмотрите, я вообще правильно делаю, приехали, там вообще ни одной родной детали нету, она вся разная, вот все цвета, она белая вся, но отличается все. Эти машины называют за гранью добра и зла, это не хорошая и плохая машина, это просто другой мир какой-то, рассказываю историю технических от меня, да, у меня такое было, была у меня когда-то машина десятка же рулей, была она была, никого не трогал, приезжают люди, понимают, они очень хорошие специалисты, машина крашенная вся, крашена мокрым, грязным веником, в каком-то подвале, не я ее красил, просто купил, ну, она немножко ездила в такси, потом на фирме, вот все, что плохое, хотелось бы с машиной, с ней случилось уже давно, и не один раз, купил ее по цене примерно, ну, не металлолома, около того, ставлю цену, а цена нельзя стоить низкую, какая низкая цена, вы поймите, это психология в наших покупателей, думает, машина что не то, ставишь среди рынка, и закидываешь удочку, и ждешь, приезжают прекрасные люди, ребята, история про вас, не будьте такими, они не виноваты, это была первая машина, приехали с другом, который виноват, который ничего не увидел, а он что-то понимает, ходили люди, ходили, кругами, кругами, пили мы, кофе разговаривают, и тут задает девушка вопрос, очень интересно, а что в машине крашенная, они мужчина, они посмотрели, задали мне вопрос, скажите, ребята, какой ответ вы хотите от меня услышать, не подходя к машине, не проверяя сами, я говорю, ребята, пойдемте покажу, на нем была низ одного крыла, случайно не крашенная, беру пальцем, тыкаю сюда, вот здесь беру, по страховочке, через год после покупки, только в одном месте, машину подкрасили, все остальное, как вы видите сами, шоколад, я даже не сказал, не соврал, не сказал, что она крашена, это надо шоколад, понимаете, люди, да, мы видим, мой товарищ стал рядом, он чуть сигарету не съел от смеха, он просто ушел, это, ребята, это смешно, но мне, мне не стыдно, не потому, что есть машина, она была настолько крашенная, я же не мог подумать, что мы продать, как будто как не крашенную, я не пытался это делать, я думал, не уступать, торговаться, людям, нам нравится, мы берем, теперь вопрос, кто виноват, плохой перекупщик, хороший друг, или покупатель, ответы, пусть люди оставят, сами для себя, суйте в комментариях, какой ответ, потому что вопрос очень правильный, кто виноват в такой ситуации, вот ситуацию, Вениамин только что озвучил, кто не прав, машина не была покрашена плохо, она была покрашена, очень отвратительно, напоминаю, ни одного шанса даже в голове сидеть, что я продам, как не граждан, конечно, у меня не было, цена была бюджетная, люди выбирали себе машину, просто переездили, скажем, на трудные годы, да, то есть, они приехали, но когда меня спрашивают, крашена ли машина, значит, я понимаю, что я не понимаю, со специалистом, скажем, это тот, называется, это друг, который понимает, понимает, в чем он, я не понимаю, потому что он не понимает ничего, но покупатель, почему-то верен, что человек понимает, как они это решили оба, я не знаю, это та история, как тебе надо выбирать друзей, или подборщика машину, кто-то решил, что этот человек, вроде бы, что-то понимает, все, и когда девушка говорит, она крашена или нет, я показываю одну некрасшую деталь, потому что мне реально было смешно, я говорю, вот это, тут подкаст, чуть-чуть, они ее купили, и очень были рады. Покупка машины, целый процесс, если ты хотя бы какой-то пункт выкинешь, пока машина уже будет очень проблемной, не принесет тебе положительных эмоций, принесет тебе очень много головной боли. Раз мы затронули эти тему, так, чтобы не я это рассказал, а человек, тот, который продает, как правильно купить автомобиль? Ну, давайте попробуем по пунктам. Первое, выбор автомобиля. Очень важно быть реалистом и оценивать реально, во-первых, свои возможности финансовые, второе, задачи, которые стоят перед этим автомобилем, расходы текущие по нему и могущие появиться, это первое. Опять же, кто-то может выбрать сам на этом этапе, кто-то пусть посоветует, потому что он может не знать модель, которая к нему пойдет лучше, чем он думает об этом сам. У меня такое часто было, когда я помогал друзьям, говорю, не бери, допустим, вот эту машину, не бери Prado, потому что Prado купишь 2,7, а раб пустой. Давайте возьмем Паджеро, говорит, а Паджеро больше ломается, мы все это знаем. Я говорю, уважаемый, вы ездите с одного места по идеале дороги в другое, у вас он не сломается никогда, у вас ходовая никогда не будет ломаться. То есть, в его ситуации, какую-нибудь машину дешевле в идеальной комплектации, вот катался, потом продал и был рад. Оно у него не сломалось. То есть, скажем так, более низкое качество Паджеро-вагона, чем, допустим, правда, в его ситуации роль не сырала никакой. Расходы и периоды одинаковые, но, я думаю, все понимают, что Prado 2,7, это просто как пример. И Паджеро на Рокфоле 3,8, это разные машины. Четырехлитровый купить не мог, идеально. Мы понимаем, что четырехлитровый Prado и Паджеро, эта машина отличается на 20%, 30% по цене вверх Prado. 2,7 и Паджеро, это одноклассники. Мое мнение, лучший вагон, чем 2,7. Конечно, 4,7 лучше, чем вагон. Это тот пример, о чем мы говорим. О том, что человеку можно убедить, я говорю, поехали, я покажу то и то, о чем мы, я вам показал, правда, человек литровый, мы у него проехались, у моего товарища. Потом мы нашли 2,7, он сел, оценил, а потом мы сели в вагон, выбор был за вагоном. Это был не мой выбор, я просто человеку показал эти возможности. То есть, выбор модели, остановимся на этом. Выбор модели головой, то есть, это целая процедура, понятно, расходы текущие, топливо, все понятно, да? Дальше идем. Второе. Выбор автомобилей, допустим, из круга, из знакомых, интернета, понятно, максимально охватить, максимально отсеять лишнее, чтобы не суетиться, потому что, когда тратишь много времени, ты устаешь и можешь купить просто по горячке что-нибудь. То есть, не суетясь спокойно, это процесс, не тратить на время и деньги. Как на любую часть, относитесь к этому, как к работе, тоже потратить время и деньги, чтобы получить что-то хорошее. Дальше идем. Профессионал. Зачем нужен профессионал? Ведь, и скажет любой, есть СТО. СТО вам картинку не дадут. 90% СТО. Объясняю, почему. СТОшники сходят на машину чисто технически. Хороший, хорошо, плохой, плохо. Плохой СТОшник, это вам может говорить, полно бреда и ерунды, не увидеть 90% того, что должен увидеть, и увидеть то, что неважно. Когда говорит, допустим, туда мять колодки и с таким трагическим лицом, будто у меня мотор отваливается. Я говорю, уважаемый, цена колодок забили 0-0-0-2 процента, а сейчас мы на кофе потратим больше, чем купить эти колодки. Вы понимаете, о чем, Николай? Но когда человек не знает, я утрирую, не знаю, о чем мы говорим, или там, поменять ремень ГРМ, это обычный расход. Ремень, надо поменять ремень ГРМ. И стоит, все, мир закончился. Да поменяем, задавайте, садим дальше, еще когда-то 70 тысяч. Мы говорим о том, что, к сожалению, часто сотрудники СТО неправильно показывают сложность проблемы, недооценивая ее. Следующий идем. Это не важно. Самое важное, то, что сотрудники СТО не знают рынок, не знают конъюнктуру, не знают, будет ли падение цены этой машины, надо ли она вообще, как она продается. Состоя этой машины всегда привязана к цене. И одна машина может быть плохой и хорошая, одновременно, имея разную цену. Пусть она сделает всю ходовую, допустим, или даже капиталку мотора. То есть, цена машины шикарная, я говорю, бери, дорогой, ты ее сделаешь, и будешь ездить. И хорошую машину по завершенности я говорю, зачем ты такая нужна? Это пересол, это дорого за нее. То есть, сотрудники СТО не знают первой конъюнктуры, они не оценят реальность, год машины не привязывают. И третье, они часто перекашивают проблемы или отсутствие проблем с машиной в ту или другую сторону. Поэтому, они объективно машину оценить со всех сторон не могут. Кто это может сделать? Кто может сделать? Как приятно говорить с человеком, который по пунктам, ладно, молчу, да. Кто может выбрать машину? Мое мнение кабинетное. Автослесарь. Это важно, это потом, это часть. Первое, человек, который знает рынок, который разбирается в ценах, разбирается в моделях, который может подобрать первое, вам машину, которая вам нужна, знает, за какую цену эта машина должна быть в состоянии, здраво оценивать это. То есть, для кого-то косметика это страшно, для кого-то это вообще не важно. На самом деле, все вопрос цены. Вопрос запроса еще. Запроса, но если запрос слишком отвязан от реальности к цене, человек, надо убить, сказать, уважаемый, это, вот эти ваши косметики, настолько это не важно. Это надо сделать вот на первом этапе, на этапе еще общения. Или отказаться от покупки, либо выбрать другую модель, более бюджетную, но, скажем, если человеку это важно, хотя, мое мнение, это все придумано, накручено, вокруг всех этих подкрашиваний машин, настолько накручено, мы к этому коснемся позже. Значит, либо это занимается такой же, как я, профессионал, который знает рынок, либо такой, как ты, Николай, который тоже знает рынок и понимает, где должна быть машина, да, вот, и, наверное, все. Все остальные, называются околоплавающие, вот они делают только хуже. Когда человек думает, что разбирается, это их чугуричами разбирается со всем. Вот все эти сотрудники 100, он должен быть возле нас ходить, пусть проверь компьютера, пусть посмотрим 100, пусть он посмотрит человек, но он не даст свою картину точно, не даст картину хорошей знакомой, какая же машина. Это отдельные люди, прекрасные, это у меня Омега-Б, поэтому купить надо Омегу-Б, или у меня Фромео, купить Фромео, это просто, это я сейчас не шучу, или то, как люди выбирают машину, как правило. У меня знакомая такая машина, я куплю такую, и знакомый выбирать, у него же такая одна есть, он их остальные 550 тысяч, не видишь же в стране, он только такие выбирает. Поэтому эти люди не помогут. Пусть он с тобой будет, пусть он что-то советует двумя глазами, и человек может быть с холодным сердцем, не друг, который уже хочет с тобой выпить, прокатиться и на море, пусть он не должен быть заинтересован ни в покупке, ни в продаже твоего автомобиля. Он просто должен быть стоять рядом и с холодными глазами оценивать, а ты влюбляйся в машину, удивляйся, радуйся, либо расстраивайся. Должен быть человек, которому этого все не надо, без эмоций. У нас даже в компании, когда вот у нас сотрудники меняют себе автомобиль, опыта у них пипец много, но даже у нас принято, берешь одного, сразу второй в комплекте, идет бонусом, просто смотрит и говорит, либо да, либо ну его надо. Николай, я вас полностью понимаю, я имею опыт, я не всегда покупаю машины абсолютно осознанно умом. Рано или поздно я влюбляюсь в какую-то машину, покупаю, потому что я хочу ее купить. Да, мне хочется продать, но это уже, не то чтобы это не бизнес, я чем говорю, даже я могу в машину влюбиться, не оценить, когда еду с своим товарищем, какие-нибудь, покупать машину мне нравится, это очень важно. Даже я могу здесь, не то чтобы ошибку, но просто захотеть купить эту машину. Он понимает, что не надо это делать. Даже у меня иногда это возникает. Как часто такое было? Нет, это редко бывает. Это бывает в среднем раз, допустим, в 2-3 месяца. Это не часто. Я знал, что по-другому. Какое самое большое попадалово было? Фарт, не имею, скажем, назовем так это, да или просто успешность, удачливость, к сожалению, всегда зависит от профессионализма. В этом деле, во-первых, у меня не было попадалово какого? Никаких криминальных машин не было. Вот так мимо проходил, было. Просто, опять же, понимание правильности покупки машины у меня уводило эти проблемы. У почти всех моих знакомых были большие залеты крупные. На 8 тысяч долларов, на 10, на машину сразу-раз проблемной, криминальной, какой-то еще. То есть у меня ложились моторы. Ну, что такое для меня лег мотор? У меня специально обученный друг, который очень хороший профессионал. Я к нему приезжаю, я этот мотор делаю, я попадаю на машину, допустим, там на какие-то 500 долларов. Это деньги. Но на фоне, если это 2-6, стоит 10 тысяч долларов, я на следующей машине перекрою, если в сумме смотреть, это часть работы. Есть даже нюанс перекупщика, говорят, очень осторожный, покупать только проверенные машины, они зарабатывают меньше. Кто не рискует, не пьет шампанское. На каких процентах автомобилей крутите пробег? Смотрите, по поводу пробега, если очень коротенько, это наша национальная игра обманину останься, ревуха дину останься. Настолько же мы не любим их крутить, насколько же люди любят, чтобы их крутили. Когда, просто я очень советую, это очень важно, просто обычно покупателям машин, допустим, 8-го, 5-го года или 12-го, посмотрите, какие пробеги машины 15-го, 17-го годов. А они там 150-200, и это никого не удивляет, мы понимаем, что мы говорим. Но когда мы открываем машины 5-го, 7-го, лоутские машины, неважно, мы не будем по-плохому. О чудо! Там такие же 200. То есть машина, как раз, с 5-ти лет, до 15-ти останавливается, а даже молодеет на глазах. И посмотришь на Мерседес, на котором ездил Штирлиц, вы посмотрите, пробег 187-215, больше пробегов в стране нет. Эта ситуация, смотрите, на самом деле, имеет две стороны. С одной стороны, да, это очень неприятно, и нет, допустим, законов, хотя законы эти все равно все обойдут, сразу не надеетесь на чудо, никто за вас это не сделает, никто законом это не ограничит, это, в нашей стране это работать не будет на 90%, я думаю, вы это понимаете. Это реальность такова. Будут какие-то, может, ограничения, что-то ведется, но очень важно, когда человек искренне хочет поверить, что в этой Шкоде Фаби, которая закрыла две фирмы, уже проехала 2 миллиона километров, пробег 200. Человек хочет столько-то верить, я не могу не дать эту сказку ему. Хорошо. Добрый волшебник должен верить в свое волшебство. Задам вопрос по-другому. На скольких автомобилях не крутится пробег? Ну, в смысле, есть ли какое-то процентное соотношение? Видите, процентов 90 американцев не крутится, потому что мы понимаем, там, это легко вычезли, вот именно поэтому, на наших машин процентов, наверное, крутится 70, наверное. А если задать вопрос в формате распилы вообще продавал? Ну, имеется в виду сваренные с нескольких кусков? Я могу похвастаться, я никогда не лез в криминал, ходил рядом, расскажу, как, если надо будет. Мне хватало ума, знаний, возможностей. Вообще, если от отличия, вот чем-то профессиональнее, тем меньше у них будет проблем, и тем меньше достой проблем другим потребителю, покупателю. Мне хватает ума заработать денег на нормальной машине, не имеется в виду идеальная, не будем говорить, если именами называю, значит, я могу купить хорошую машину, грамотно ее привести в порядок и продать, и на этом заработать. Мне для этого не надо продавать распиленные, ворованные, краденые, мне просто это не надо, я не хочу лезть в это все. Есть такие люди, которые занимаются, это же не совсем перекупщики, чтобы было понятно, потому что перекупщика видно часто. Меня знают очень много людей, в моей профессии, если хотя бы раз пройдет слух, что занимаюсь, непонятно чем, ко мне отношения сильно изменятся. Мы говорим не просто отношения обычных людей в моей профессии, а отношения профессионала к профессионалу. Более чем. Машины госслужащих продавал? Миллион раз. Госслужащие не любят, опять же, в силу того, что машина госслужащего, как вы знаете, часто не соответствует зарплате госслужащего. Ну, такая у нас страна, я не знаю почему. Как правило, не может добычный человек, если на машине, как будто бы он, допустим, эмир какой-нибудь, кувейский. А у нас такое есть, правда? И при том, есть такие службы, на которых вообще никогда не подумаешь, откуда у него столько. Ну, и поэтому люди обращаются, продай там, помоги, ну, конечно. А кто был самый большой, если, конечно, не секрет, имеется в виду, по значимости персоны, чьи машины продавались? Был замминистра. Это близкое личное отношение, они обращались, но они не хотели светиться, во-первых, в силу своей занятости. Не так все криминализировано, просто в силу, во-первых, занятости. Во-первых, нежелание показывать себя, даже меняли номера этой машины, спокойно продавали, никто не знал, чьи эта машина. Мы никогда не, скажем так, не обозначили, не объясняли людям, чья машина. Машина и машина. Людям важно по итогу автомобиль. Кстати, очень советую машину выбирать именно не откуда, почему я хочу такую, именно только по факту. И у кого покупаете? Мы, когда мы вернемся к вопросу, Николай. Что значит по факту? А имеется в виду, что не важно, покупайте машину у кого-то супер хорошего хозяина, или у перекупщика, или дедушки. Ребята, смотрите только своими глазами. Все остальное, это все глупости. Может быть, такое, честно говоря, я сталкиваюсь, когда выбираю себе машины, сколько я знаю от хозяев глупости, просто вранья, мне до перекупщика фантазии не хватит. Таких людей немного не есть. Вот, покупая автомобиль в не очень хорошем состоянии и приводя его в классное состояние, на что надеяться? Зачем? Давайте говорить честно. Я понял вопрос. смотрите, к сожалению, тут есть несколько нюансов. Значит, первое, можно привести машину в классное состояние, а можно зреть одну запятую и сделать вид, что она в классном состоянии. С одной стороны, у меня есть, допустим, профессионалы, к которым я обращаюсь, там, это рихтовщики, маляра, моделисты, ну, все-все связано, и, конечно, у меня совсем другие цены, другие возможности поиска частей, понимания машины. Для кого-то это, кажется, страшная трагедия. Я понимаю, что это сделаю малой кровью, скажем, малое вложение капитала и подниму цену машины достаточно высоко и заработаю там. Можно сделать по-другому? Я делаю честно и так, и так. Все зависит, как вредно, каждая машина, это как новая любовь. То есть, там можно минимально вложить, скажем, как говорите, намазать губы, да, все-таки верно. И очень много для этого есть возможности их намазать и продать ее, как будто она очень красивая. На самом деле, внешне она будет неплохая, внутри содержание, конечно, будет, мягко говоря, не олег. А как спится после этого? Я отвечу, как спится. Были у меня эти вопросы, задавался я всегда, как любой нормальный человек, я себя не демонизирую, не отбеляю, не очерняю. Значит, что хочу сказать, это не реклама Николая, потому что, в чем проблема? Я потому, в интервью, я знаю, как работает Николай, я вам сразу говорю, абсолютно, вот, если мы могли бы, скажу личность, я знаю его давно и знаю принцип его деятельности. Также знаю процентов 80, подборщиков, СТО, которые некомпетентны, которые просто берут деньги, поэтому, но тем не менее, выбирать машину надо с профессионалом. Если ты не хочешь тратить деньги на выбор машины, вы же не идете, допустим, делать зуб к стоматологу, к сантехнику, что у него дешевле. Вы идете к специалисту, отдаете ему деньги, и у вас ничего не шевелится. Кто, ребята, вам дал право думать, что можете такую сложную вещь, как бушный автомобиль, купить, скажем, на своем профессионализме, откуда он взялся, сколько машин вы купили в жизни, две, три, пять даже, купите хотя бы пять тысяч, тогда мы можем о чем-то с вами говорить. Пока вы это не сделаете, ребята, скажите себе, я не понимаю в машинах, я мог бы только ее внешний вид, все остальное, это процесс доверить профессионалу. И это я не шучу, самое неприятное перекупщика, когда приезжает другой профессиональный человек, даже такой же, как я, или вот как Николай, или очень грамотный специалист по этой модели, по ремонту, вот тогда с ним, мы говорим на одном языке, мы понимаем, что если мы что-то слабые, братан, спасибо, до свидания, вам тут делать нечего. Когда человек приходит сам, не понимая о машине, ребята, извините, но без лоха и жизнь плоха. Одна из любимых фраз, когда люди звонят, это ваша машина, ребята, услышите меня, не даже взял я по доверии, я купил машину полностью за свои деньги. Вопрос, моя ли эта машина? Вопрос, сколько она моя? Это другой вопрос, но эта машина моя, я ее купил, и сейчас я за нее отвечаю полностью. И рискую всеми выгодами и неудачами только я. Это очень важно. Когда спрашивают, моя машина, ну не троска вашка, ну моя, конечно. А то, что купила я вчера там у соседа или там на дрон конца света, не имеет значения. Да, она моя. Я не торгую чужих, я торгую своим. А были ли на практике машины, которые вот купил, допустим, по доверенности, которые были там в угоне, в аресте, еще что-нибудь? Да, ко мне приходили такие машины, и на струху бывает проруха. Опять же, чтобы вы понимали, хороший перекупщик, у него большой инструментарий. У меня есть хороший нотариус, у меня друзья в МРЭО, именно в друзьях, незнакомые, дальние какие-то, мы с ними работаем. Именно это бизнес, это просто нормальное деловое сотрудничество. Это не какого, чтобы вы понимали, какие-то там схем, не надо чего придумывать. Просто я обращаюсь к ним, мы машину можем пробить гораздо эффективнее, быстрее, мы пробить, может быть, технически ее, понимаем, о чем мы говорим, да, то есть, именно пробить историю машины. То есть, мне купить, скажем так, машину проблемную, гораздо сложнее, чем купить проблемную машину, если, конечно, не хочу купить специально. Такие есть, к сожалению, очень редкие люди, и они, это вымирающий вид, которые занимаются проблемными тачками. Опять же, проблемная и криминальная, они одно и то же. Это разные вещи. Это абсолютно разные вещи, это дельная, скажем, тема, но я такие машины отлавлю на всех этапах. Такие машины можно всю жизнь перекупщика профессиональную деятельность на пальцах одной руке, может быть, на двух пальцах пересчитать. Я очень близко к этому подходил, допустим, у меня была история, покупая машину, да, вот, у своего знакомого, никакой, ничем не посторонний, я покупаю, пробиваю все базы, все прекрасно, проходит буквально 4 месяца или 3, я где-то покатался, мне по работе нужна была, это было, типа, мини-венчик, такой рабочий, скажем, да, она в аресте. Ну, я обращаюсь к этому человеку. В аресте до момента покупки? Нет, в момент, в высу момент, просто он ездил 3 года по доверенности, дал мне передоверие, а властник этой машины, которую я гонял, когда-то, с Луцкого, да, вот, у него было 100 машин, его хвалил налогово, и все машины кинули в арест. Мы просто решили, у меня есть возможности, скажем, да, свои, это было давно, не будет сейчас именами, мы просто эту машину за небольшую сумму вывели с ареста и переоформили. Обычно, это почти нереально. Это нереально, вот, практически. У любого хорошего перекупщика, такие, ну, отход, называем, да, профессионалы машин, есть такие возможности, это юридическая тонкость, это даже не обход законно, это просто есть такая возможность, которой мало кто умеет пользоваться. Это пример, так и за евробляхах. Она была не в законе, она была не незаконна. Выдыхаем, выдыхаем, Николай. Евробляхи, это отдельная тема, потому что я таможенный, когда я ездил на автомобиле с европейскими номерами, я таможенный закон, меня можно было ночью пьяным разбудить, я любым погоном мог рассказать, вот, на каких основаниях я могу ездить. Уважаемые подписчики, до этого мы заканчиваем искать перекупщика и начинаем искать перекупщика в евроблях. Мои отношения к евроблях очень простое. Закон был, возможность была, люди пользовались. Если знакомый попросит продать свою тачку. Спасибо, очень интересный вопрос. А вот это, а вот это называется вопрос морального выбора. Смотрите, есть у меня друг, и мы с тем дружим, да? Он когда приходит, а я знаю, машину лучше, чем он, вы же понимать должны это, да? И у тебя выбор какой? Первое, сказать, нет, брат, я очень благородный, весь в белом шаке стою с бабочкой, ним светится, говорю, нет, братан, ты, если ты, ты на своем корче умрешь, второй вариант, умрешь, будешь ездить долго или брать за копейки. Второй вариант, ладно, так как ты мой друг, не то, что я приступлю к моральной норме, я продам эту машину максимально по высокой цене, сколько я смогу продать свои знания, возможности, сейчас мы чуть-чуть прием порядок, немножко нагладим и продадим, да, я помогу другу, это мой моральный выбор. В итоге стоишь без двух носков, потому что в тачку не надо. Ребята, носки, это не самая грустная ситуация, это просто такие цветочки, это цветочки юности. На гаву характеризуете перекуков на Чапальке? Смотрите, я характеризую их прекрасно, это отдельный мир, это отдельное направление перекупщиков, я расскажу, чем они отличаются, скажем так, есть некоторые отличия перекупщиков с Чапальки от всех остальных, значит, что важно в Чапальке, там есть свои традиции, им очень много лет, немножко я там не работаю, скажем, не хочу тратить свое время, там люди работают годами одни и те же, значит, им важны, что машина не крашеная, это просто не какой-то фетиш, а это больше любят это, чем даже покупатели, пробег там не важен, машина может поехать в миллион, но если они крашеные, они начнут молиться. Во-вторых, там очень все профессиональные, с ними работать, ну, скажем, сложно, цены там не то чтобы завышенные, цены там высокие, они знают, что делают, люди приходят, скажем, это старые еще, наверное, еще древолюционные перекупщики, ветхозаветные, да, вот, я шучу, там есть и молодежь, мы говорим о сути работы, вот там немножко, я к ним нормально отношусь, там все разные люди, кто там покупает машины, называется на фильтре, то есть люди приезжают, ходят продать, не хотят заморачиваться, они уступают, они покупают, теперь продают, это первое, обычный прекрасный бизнес, человек приехал, на фильтре, это те, которые стоят на дороге и машут руками, они могут не угодно, мне будет и там быть, это не имеет, фильтр, это месяц, чем приехал, до машину покупить, до того, как она заедет на территорию, опять же, вот даже нюансы по этому поводу, смотрите, вроде бы, ну да, они купили дешевле, продали дороже, но это в чем нюанс, значит дороже, чем дадут, там, именно в себе, до перекупщик, дороже, у нас ни одна площадка, ни один ломбард, они дадут максимальную цену из возможных, при этой ситуации, как эти быстро продают машину, на Чапаевке, наверное, все-таки купят дороже, чем в любом автоломбарде, автоплощадке, там, скорее всего, еще хуже, чтобы вы понимали, то есть, из всех, скажем, если вам срочно надо, я не буду, говорить на 100%, я бы начал с Чапаевки, вот мое мнение, именно о этом, теперь, они эту машину взяли, при порядке, продали, это вот у них обычная работа, второй вариант, они купили машину, где-то в другом регионе, где конъюнктура на эту машину не такая, скажем, перенали ее в Киев, продали здесь, здесь больше покупателей, все прижатной пользой всей страны, то есть, Чапаевка, это очень такая концентрация интересная, там есть и прогрессивные хозяева, новоперекупщиков, они все разные, но в целом, это обычное место работы этих людей. Хорошо, а как можно охарактеризовать луцкий авторынок? Прости, Господи. Почему же? Это ответ, это полный ответ. Я думаю, значит, шучу, ребят, привет луцким, значит, луцкий авторынок, он тоже очень разный, и начинать с того, кто просто, что это луцкий авторынок? Николай, это правильный вопрос, очень коротенько, это люди, как правило, это большая перевалочная база, машины из Европы, это большой хаб, наверное, самый большой на Украине, больше Чапаевки, больше всего остального, где продаются машины, принаданные, привезенные из Европы, правильно, Николай? Верно, вот просто в 10-е. Это важно, значит, там очень тоже все интересно, там есть свои традиции, там очень важен пробег, если ты на машине смотаешь пробег, ты заболеешь, шучу, есть прекрасные ребята, которые возят хорошие машины, но в чем их проблема, с однако правой машиной выше, и стоит рядом такая же машина, почему-то дешевле, и вас это удивляет, ну правда, это наш менталитет, мы не будем обсуждать, просто он есть, то есть, если ты не смотал хотя бы два раза пробег, ну, тебе плохо жить прямо, то есть, очень много корчей везется, опять же, машины из Европы, там возятся, как Николай понимает, в среднем 10-летние, в среднем 10-летние, это очень, очень, температура по больнице, есть старшие, там, допустим, от 5-го года везут, есть свежие тачки, но в среднем 10-12 дезаверных лет, пробеги в Европе большие, когда везет, допустим, подборщик, машину клиенту, ну, допустим, это одна история, когда человек хочет ее продать, цена имеет большое значение, чем купит ее дешевле, тем больше у него будет вариантов, и принести в порядок, смотреть, накрасить, если купил там хорошую машину, попробуй, чеку докажи, чтобы чего-то самая дорогая машина нужна ему, остались еще 10 штук одинаковых, и померьте, это даже не желание этих людей возить корчи, это просто условия, созданные таковы, там надо, опять, вернемся, ничего нового не скажу, берете специалиста, едете в Луцк, если вас интересуют машины, скажем так, европейские, Луцк имеет место быть, едьте, смотрите, запуститесь терпением, хорошие обуви силен ногами, за день пройдет килограмм в 15 должны пройти, вы должны сразу понимать, где вы там будете ее смотреть, потому что все рядом с то, это, допустим, это же одна команда, туда ехать со своим человеком, смотреть машину, и будет вам счастье. Единственное место, где смотрят, это на Луцком рынке, есть эстакада, куда заезжают, и просто за 30 рублей поднимают харю, никто там ничего не откручет, это только мы, дятлы, приезжаем туда, начинаем с шуруповертами, чуваки, которые там деньги дают, эй, что вы делаете, у меня уже очередь, это из тех историй, как не надо покупать машину, если запуститесь терпением, силами, скажем, не знакомствами, а специалистом, и только тогда, при трезвом взгляде, это процесс, покупка машины, это процесс, все пункты должны быть пройдены, карфаген должен быть разрушен, вот пока выбор, осмотр, мысли, торговля, оформление, если хотя бы из пунктов хоть немножко нарушен, ждите приключений. Как часто попадаешь при покупке на всякие присадки в двигателе? Или тебя это не касается? Мне это касается, как бы, мне касается не сильно, потому что, как правило, пробеги настолько небольшие, на мне заканчиваются моторы, в связи, из теории вероятности, очень, очень не успевают, скажем так. Присадки попадаются, и люди слиют, и льют профессионалы, как бы, опять же, присадки, присадки рознь не забывайте, мы сейчас говорим о последнем дыхании. Да, когда он еще запускается, когда еще тепленько. вернемся к своим же баранам, работа мотора слышна, и только на присадке. Работа мотора профессионалу слышна, когда я слышу, что ты держишь мотор, допустим, какой-то Ford Focus дизельный, я знаю, как работает хороший мотор, как хороший, но изношенный мотор, как за всем плохой работает, и как такой, что вот-вот, все надо не уже отбегать, потому что все... Я просто положил руку, уже чувствуется. Это одна история. Есть призвуки, есть другие звуки, и есть ощущение понимания по всей машине. Работа форсунок, всяких механизмов. Я понимаю. То есть присадка сделает свое дело для человека, не посвященного скорее. Она чуть уберет дымность, но это не... Есть машины, у которых дымность, это почти норма. Почти норма. Если у тебя дымок, она есть будет так 5 лет. Скажем, не то, чтобы норма, при той цене, ну, с утра дымит, ну, просели там, какие-то маслоотражатели, правда? Ну, дымит, поменяешь маслоотражатели, поменяешь кольца, будешь ездить при правильной цене, это не должно даже отпугнуть от машины. В другой машине начало дыма, какой-то берем там АВА группе, если пошли задиры, дым, все, машина закончилась. При идеальном внешнем виде. Поняю, о чем мы говорим, да? То есть в какой-то машине, опять же, почему профессионал? Не может я кого-то там, себя или там Николая как-то, допустим, рекламирую или аргументирую, в какой-то машине дым, это не страшно, в какой-то все. В какой-то машине чуть-чуть при звуке в моторе, это может быть какой-то ролик, извините меня, вонючий, когда стоит там 500 гривен, поменяйте, он пищит так, будто сейчас мотор разорвется, а я понял, что это ролик генератора, который, мне мой товарищ поменяет за бокал пива пять копеек, образно говоря, да? И за два часа. Понимаю, что я говорю. Но звук ужасный. Звук такой, что все. Это, кстати, тоже часть покупки машины. Да, человеку ему это не сказать, человек понимает, что это оно, но он сам себе накрутил. Я немножко звучал краской, вы понимаете, что если уже заводил ролик, это начало конца. Какого конца это начало, мы не знаем. Но человек говорит, давайте его куплю, ладно, сделаю сам. И пока я доезжаю до дома, у меня уже готов мой друг, который мне это все сделает. И пока я... Уже как на пидстопе стоят, и машина уже чистая на пидоре. У меня лежит бушный подшипник с другочек, который почти не пищит, я должен его поставить не новый подшипник. Это уж когда совсем скучно жить. Это пересолы, такое тоже редко, но бывает просто чтобы ехать за мной. Не от жадности. Ли, ехать за мной. А тут хороший, хороший. Смажь и поставь. Часто вы фантазируете или вы придумываете, лечеваете количество проблем при покупке автомобиля для торгов? Всегда. Всегда, да. Не часто. Скажу так, если не за чем... Если, допустим, очень хорошее, но ездишь, допустим, срочность продажи, есть те, какая-то неуверенность, кто не понимает, насколько... Мы изустим краски, тогда в чем? Тогда мы... Если невеста некрасивая, мы ее с ног до головы наденем. Здесь история точно такая же. Эту машину вы никого, кроме меня, не продадите. У вас первый и последний покупатель в мире. Я, конечно, утрирую, но по-чему мы говорим. Вы понимаете, что эту машину... Даже если какая-то машина очень известная марка, ну, смотрите, здесь такой цвет или такое то. То есть, есть на чем поработать, чтобы человек понял, что пора уже продавать, потому что иначе будет совсем грустно жить. Насколько вы часто правду все говорите по телефону? Смотрите, я говорю правду очень под настроением. Во-первых, я слышу, я слышу, во-первых, кто мне звонит, поймите. Когда мне звонит, я говорю, что по машине? Я говорю, братан, тебе не нужна. То есть, почему? Эта машина стоит столько денег, сколько она их стоит. Это когда звонит, такой же, как я, часто звонят, очень отношение перекупщика с перекупщиком, тоже довольно интересное, скажем, мы их оставим за скобками, это тоже очень интересная история. Я говорю, братан, я же понимаю, я же приеду с прибором, выберу другу, ты же понимаешь, что сейчас тут не надо нам терять время? Она такая, я говорю, ты с ума сошел совсем? Ты же понимаешь, что я понимаю? Ну, это ладно, смотрите, когда человек меня спрашивает, когда машина почти не крашена, я понимаю, что она хорошая, она продастся. Пусть он приедет, я расскажу, почему она ему нужна. Мое дело в момент телефонного звонка, почему так происходит? Чтобы человек приехал. В момент подачи объявления, взвес, чтобы он позвонил. В момент подачи приехал, мое дело, чтобы он ее купил. То есть, эти этапы, точно так же, я провожу аккуратненько, аккуратненько, его через сетернии, привожу его к прекрасному месту, называется она МРЭО. Там я ее, опять же, не хочу хвастаться, все машины продаются из МРЭО, они все продаются, оформляются, то есть, мы никакими не занимаемся чертичем, это машины все честные, порядочные. Тех состояние, это вторая история. Юридически, все у меня машины честные. А после покупки телефон покупателя в черный список? Нет, не надо, после меня это телефона. Шучу, на самом деле, опять же, я немножко шучу, еще и краски, я работаю годами, какие-то телефоны, бывают очень интересные моменты, допустим, человек у меня купил корч, он знает, какой корч, слабенькую машинку, да, купил, как человек Мерседес, 104-е купе. Хорошая машина, чуть гнилой, немножко уложенный мотор, ходовая в салон, а так прекрасный автомобиль. То есть, он на дисках, и человек это с другом приехал, он увидел, я хочу ее купить. Завидите, я человек через 2 месяца, братан, братан, это я чувствую, ну сейчас, вот оно началось. Думаю, сейчас залез под кровать, спрячусь, все, не найдет. Машина просто волшебная, мотор сделал, коробку перебрал, покрасил, катаюсь, супер, просто кайфую. Это называется отношение к машине, я же замерз, он сейчас шутит, а теперь слушай сюда, нет, он с меня, чуть ли не вискали, я тебя пришлю, спасибо, дрыща, а человек с радостью говорит, я тебе еще просто ставлю. И мало того, прошел несколько месяцев, он уже разобрался во всем там, он почти все там сделал, и до сих пор остался этому очень рад, это я хотел эту машину, я купил, супер, рад, да, другой человек, продал хорошую машину. Мне сказали, что замена масла в коробке будет стоить столько, у человека такая трагизм в голосе, это вообще-то вообще обслужив, это право, обслужив автомобиля. И мы говорим об отношении к одной и той же вещи, с разных сторон. И вот такие люди напрягают, думаешь, ребята, а надо менять масло, ребята, покупай бушный автомобиль, мой вам совет, не то, что не служите ни друга, никого, вы не врите сами себе, когда вы спрашиваете, а когда мялся ремень, это не вопрос человеку его честности, это вопрос к вашей жадности, вы купили бушный автомобиль, и покупка, и после первое время обслуживания, Николай, правильно я говорю, это тоже процесс, масла, ремни, забудьте за них, их просто там нет, вы обеспечены. В 95 случаях и 100 машины продают перед большим ТО, вот аксионом, что вот ездишь, 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 понимаешь, надо потратить полторы тысячи долларов, там ну нафиг, продаем одну машину, покупаем вторую. Глава того, это нормально и естественно, и к этому относиться по-другому, это фантазировать, это нормально, человек попользовался вещью, ее продал, и не надо удивляться, и мечтать, что кто-то купил, когда эту машину, то дороже, а вам раз дешевле, потому что он очень добрый человек, звучит как-то не очень, это сумасшедший, он поднял машину, отъедет человек и продал, да? В нашей стране бы много людей относится к покупке автомобиля, как к сбережению денег, хотя это в корне неправильно. Абсолютно верно, нет, к сожалению, я не могу согласиться с этим на 100%, у нас, да, для нас машина, это сбережение капитала, частичное хотя бы, да? А кто-то за мечтой это полном, или при умножении, как мы, это другая, это профессионализм. Но люди относятся к машине, как к тому, что это когда должно продаться, ему принести денег, поэтому в нормальных странах, не в нормальных, а в более богатых других странах, даже не более богатых, мы это обсуждали, да, до интервью, у нас люди хотят на этом, чтобы еще потом продать, относятся к часто так, машину надо беречь, хранить, чтобы тебе было комфортно, безопасно ездить, получать неудовольствие, и как бы экономить, или зарабатывать. Когда машина уже передавалась от отца к сыну, она уже тупо прошла, она закончилась, этого уже нет. По вашему мнению, вот какая марка автомобиля, вот при покупке, на ней легче всего торговаться, либо есть вот марка, вот там, BMW это диагноз, говорят, знаете, 15 лет работая, я могу торговаться на северных оленях. Просто, вы даже дело, смотрите, дело даже не в машине, смотрит в честные глаза продавца или покупателя, и понимаешь, какую с ним стратегию вести. С кем-то по-дружески, с кем-то просто объяснить, с кем-то же чуть-чуть, как бы более фамильярно, по-хамски, с кем-то апеллирует к тетическому состоянию машины, кому-то к рыночной стоимости машины, к ситуации на рынке, кому-то ситуация в стране, кому-то вообще просто навалило, ушло, когда-то сказал, ребята, тут машина столько стоит, не морожьте мне голову. Надо просто видеть, на чем человеку можно, опять же, торговаться с машиной, правило, люди поэтому ставят цену, как правило, выше, для того, чтобы, опять же, это большая проблема большинства обычных продавцов, люди завышают цену, откуда берутся у нас машины, реальная история. Человек у него продвижил за 2 месяца, какая-то ситуация, купить квартиру, да, там, не попадайтесь на это, ребята, вот это вот очень важный момент. Что вы делаете? Обычный человек, машина стоит такая от 8 до 10, сколько вы ставите? Обсюда, наверное, 9800, стоит она день, два, месяц, полтора, две недели до времени, назовем так, недели до времени, и он понимает, что все, он приходит ко мне, говорю, братан, 7600, я ее забираю и продаю ее за 8500, как вариант, да, поэтому, ребята, если вы направите машину, будьте реалистами, оцените, приезжайте, сколько вообще возможно, возможности продажи, ставьте ее середину или ниже, вы продадите все равно дороже, чем вы стоим на пике, и до конца дожав до вашего какого-то срока, если у вас есть какой-то срок, если это ограниченная по времени процедура, а не просто вы хотите продать, потому что вам пофиг, она не нужна, пусть продается, и поставьте ее по этой цене, вы точно продадите дороже, чем дождавшись конца этого срока и сбросив водорог первого встречного, имеется в виду нам. Перекупами рождаются или становятся? И то, и то. Есть задатки, которые ты себе развиваешь, это называется, то, что вы говорили, когда человек только потом понял, называется, купить или продать машину, не приходя в сознание. Чек настолько перестает, немножко ты отрываешь от рялости, уводишь других мир каких-то иллюзий, и после, ну, образно говоря, да, и после этого, только потом приходит понимание, а что вообще произошло. Так и продаются машины, так и не покупаются, это часть профессии, то есть есть товар, а есть история. Чего больше продается, автохлама или нормальных машин? Ну, скажу так, смотрите, у каждого перекупщика, первое, я говорю только сейчас только о себе, потому что у меня есть друзья, которые называют только хорошие машины, кто называется корчами, их делает и продает, у меня 50 на 50. Опять же, это конъюнктура рынка, хорошую машину, как правило, цена будет хорошая, и люди почему-то не хотят вас смеять. Как правило, как вы, Николай, знаете, начинается, идем со дна рынка, снизу, и постепенно понимают, что это не машины, приходим к какой-то адекватной машине. Мало кто, ну, если профессионал, конечно, сразу не убедит в обратном. мы сводим с хороших, и, наоборот, дойдем до того, что тебя устроит по этой цене. Как правило, они хотят увидеть весь мусор, объехать все говно, и потом понять, что кто, кого не усадили по дороге, на какой-то корч. Идет, идет уже к более-менее адекватной машине. Опять же, надо машины смотреть, он приходит уже, понимая, с помощью, что пятую октавию, пятую, ты знаешь, что больше, чем на первой октавии. Правда? Даже так. Но, опять же, вам этого знания, ребята, точно не хватит. Берите специалиста. Я сейчас не говорю о Николае, о себе. Берите любого, но для джон специалист, а не дядя Вася друг, у которого когда-то у соседа, собаки была такая машина. А много ли черных перекупов, которые, по вашему мнению, которые и действовали ли вы так? Продавали откровенный хлам, сваренный из двух частей, под видом не бить, не крашен, отличная машина, еще 15 лет отъездит. Смотрите, ну, скажем так, их немного, они есть. Они просто есть, это даже не перекупщик, просто давайте называть перекупщик, кто занимается этим бизнесом, давно, есть просто рядом очень люди, которые тоже думают, что они перекупщики. Как многие приходят? Купил какой-то биток, полгода его в гараже варил, делал, делал, продал, заработал, что там, я перекупщик, братан, ты дебил. Ты продал свой труд, в это время, пока ты свой курс будохался, ты мог людям нормальным сварить хорошо машину, заработать больше денег. Это уже, скажем так, просто давайте я звалюю перекупщикой первое, все распилы, да, эти люди были, сейчас это уходит, опять же, сейчас на МРЭ уже встречались моменты, хотя это очень важно понимать, вы уже распиленную машину не продадите, эксперта шансов много, что она ее найдет, сейчас они постоянно отлавливаются, эти машины, вы как-то купили, абсолютно нормальную тачку, она была в двух частей сварена, и откатались на ней пять лет, сейчас можете приехать, уже ее не перевестировать, ужесточились, ужесточились, скажем, не ужесточились, а пришли к нормальному ситуации, понимания машины, какая должна быть, чтобы она не ездила больше, да, поэтому заниматься совсем уже этими распилами, смысла нет, мы даже если не говорим о Америке, которая больше, лучше, хуже, это выбор каждого, та же Америка, та же Европа, я не ставлю никому оценок, люди ездят в разных машинах, значит, эти машины будут такие, 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 красивые, хорошие и старые, вопрос, цены, качество, вот и все, есть, да, люди, которые тяготеют к корчам, даже слабым машинам, чтобы она очень дешево, чуть-чуть подделал, и продолжить дешево, но уже дороже, и не факт, что это хуже, опять же, если мы говорим о правильной цене, вот если когда он купил корч, совсем нагладен, продает как шоколадку, но это, конечно, уже совсем плохо, да, но бывает, иногда бывает, опять же, это идет не от того, что он такой, люди позволяют ему это делать, если вы будете прийти с профессионалами, эти крайности просто у всех вызывают улыбку, все рады, все посмеялись, разбежались, когда, когда я приезжаю к человеку, он смотрит на машину, говорит, братан, господи, прости, как ты его вообще купил, он стоит, он понимает, я бы сказал, я приехал с другом, посмотрите машину, говорит, такая, такая, такая хорошая машина, такая машина, это мой друг говорит, как ты понял, я человеку позвонил, мне так рассказал, братан, ну ты же взрослый человек, не смеши меня, а человек, это тоже, интересного мира, другого, я говорю, поехали, я метров с пяти смотрю, прости господи, смотрю на перекупщика, да, вот, и вижу по нему, что он понимает, что я, и грустит, прямо вот, каждую секунду у него, я говорю, подхожу, ну, что как, я даже не стал смотреть машину, говорю, пропал, я просто, Дим, то, чтобы издеваться, потом шутил, сгибался, в этом, каждую, каждую, может попасть в эту ситуацию, но такое бывает, Акела промахнулся, я говорю, как вообще жизнь собирается, как где вообще машина, он стоит, просто, давайте кофе куплю, машину спать будешь, я говорю, может не надо, наверное, не надо, мой друг ничего не понимает, что происходит, мы отошли, как бы разговарив, он, смотри, смотри, как машина, отлично, поехали искать другую, ничего, не надо, надо объяснять, какие, бывать не очень влюбился, она же хорошая, спроси уже у хозяина, он говорит, уважаемый, мы с человеком приехали, послушайте его, мы просто любим кофе, и уже поедем. Не бывало ли страшно продавать, прямо в премиум-премиуме сегменте автомобилей, зная там, что это там, прокурор, сын прокурора, были из... Было, было, убегал, было, ничего не было, все было в порядке, вообще хотелось убежать, это называется, была бы история, когда ты продавал старый Mercedes в Мэйку, он старый, ему там года 2000, зиму, как бы, лет 15, да, то есть он не новый, но все это премиум, это как бы, не самый премиум-премиум, приезжай какой-то мужик, посмотрел машину, он приезжает в форме прокурора, очень неудобно, как бы, машина-то неплохая, все начиналось так хорошо, все начиналось, все, посмотрел, посмотрел, ходил, да, я готов, поехали, мы нам Рео, все сделали, и он весь вот эти, с печатями, с погонами, да, нет, все нормально, я сам говорю, не вчерашний, я думаю, давайте мы завтра увидимся, думаю, мне сегодня вам не хочется не продавать, не своим видеться, я встречу на Эльбе, я понимаю, что даже в этой ситуации как-то, как бы, выкидывать телефон, я говорю, знаете, я уезжаю отдыхать, я еще не знаю куда, я скоро вам придумаю, сейчас, у меня риск начинает, счет, счет, веро, кнопкой, сказать, варианты, куда я делся, чтобы за ним не видеться, я придумал эти хуйки, притом, я боялся, придумал советского варианта, что уехал на рудники, отдыхать, на Мальдивы, с другом случилась беда, потому что я уехал, стал не мой, телефон украли, а сейчас, у меня сразу хотел все, эту историю сказать, мне сразу 5-5, пусть выбирает сам любую, только не трогай уже меня, нет, я что, что, нет, на самом деле, на самом деле, все было очень мило, мы спокойствие расплачали, взял все в руки, человек мне позовет через месяц, а вот там тот, амортизаторы, там такие неспецифические, да, есть, вот это, я нормальная машина, я даже понял, что у них сейчас занимательство, я как бы, даже не стал полностью врать, просто всю правду не сказал, я говорю, знаете, у меня же СТО, скажем так, я просто иногда продаю, вдруг попросил, я покатался, продал, а ну да, понятно, и все, это просто профессионально, я сказал, что и мне, как за сей, некогда продажа, которые били, и для Даши, и страны, а где-то 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 не было, и суперщики, и люди, и они, это будет, и для Даши, и политические, а вот, и, это, что-то, я спрашиваю, и, это, это, я не хочу, я хочу, я хочу, это много эмоций дает, я думаю, чтобы вы понимали, что-то не играю в карты, не хожу в казино, мне не надо, и так жить достаточно ярко, и интересно, когда человек работает, то есть я, в виде очень спокойный, скучный человек, мне так весело, мне не надо, мне так все прекрасно получается, мне так, их получать столько эмоций, даже продать, как будто я их могу. А какое у вас среднее количество продаваемых автомобилей за год? Ну, не такое большое, скажем, у меня ориентировочно, но машин 40, да, вот скажем так, может быть от 30, наверное, меньше, и может быть, до 50, много не могу обернуть, потому что, как бы, не успею физически, меньше скучно, не успею, надо, чтобы у меня стояло хотя бы 2, 3, 4 машины, на продаже, какие-то там готовились, какие-то были, где-то рядом уже ходили со мной, я с ними работал, понятно, да, то есть, машин 5, 6, 7, хорошо, когда у меня есть, больше уже сложно, не успеваю, меньше, скучаю, Леня, как говорится, даже когда ты продаешь машину в ноль, это должен получить удовольствие, это уже счастье, такое тоже бывает, это называется, обнулиться, обновлечился, даже ушел-то минус какую-то сумму, мне тебе может понадобить больше, чем зато постоянно в движении, не скучно никогда. Я просто хотел светить со своей стороны, зачем я согласился на это интервью, мне это важно проговорить, хочу, чтобы он остался в интервью, хочу, чтобы люди просто правильно понимали эту работу, есть нехорошие дяденьки, это правда, есть нормальные ребята, которые зарабатываются в машинах, они привив в порядок, и вы бы это сделали дороже, вы не купите, будьте счастливы, не надо оценить эту работу, как что черно-белая, это обычная работа, которая имеет свои достатки и плюсы, и покупая машину, смейте только на машину, только на состояние, и обращайтесь при выборе машины, советую к профессионалам, мы сейчас даже не имена Николая, или как я человеке, просто трезво оценивайте его профессионализм, доверяйте ему, выбирайте машину, как я говорю, сердцем, а пусть с холодным разом, кто-то будет стоять рядом с вами, и будет вам счастье. Впервые за долгое время, я практически не говорил, вот, вот, друзья, есть офигенно здоровая тема, пожалуйста, найдите мне такого же таможенника, с которого можно будет задать вопрос, который открыто сможет, конфиденциальность гарантирует, то есть будет изменен голос, будет заблюрено лицо, дайте пообщаться с нормальным человеком, который покажет, как у нас обстоят дела вообще в стране. Да будет даже полозвенен, я вообще, я вообще, я с вами с этим девушка. Ладно, будем финализировать, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца, ну а с вами был Николай Тарануха, Вениамин, всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok